Приветствую вас, дорогие друзья! Вы находитесь на волнах Reingame Studio, и сегодня мы с вами поговорим про пошаговую боевую систему в Unity. Шутки шутками, но этот урок, это даже не урок, это видео должно было выйти достаточно давно, но ничего у меня не получается со своими планами. Наконец-то я избавился от одного из домокловых мечей, который надо мной висел, я дописал книгу, но меня забыли предупредить, что после написания книги следует этап редактуры, а он затягивается похлеще, чем процесс написания, поэтому время все уходит куда-то туда, куда-то туда. Тут толком времени не остается, плюс работа, которую никто не отменял, к сожалению, поэтому так. Наша сейчас тема это перемещение, перемещение во время, собственно, боя, но перемещение получилось достаточно комплексной темой, и я решил разбить его на несколько этапов, потому что длинные видео все равно никто смотреть толком не будет, а короткие будут чуть более информативно, хотя выходить они, конечно, будут редко, и, естественно, не стоит ждать, что выйдет прям несколько видео подряд. Это, к сожалению, история не про меня. Значит, что у нас есть? У нас есть теоретическая база, которую нужно изучить. Теоретическая база для того, чтобы вообще приступить к практической части. И сейчас я расскажу свой поток размышлений, то есть это, естественно, не обучающее видео, то есть нужно понимать, что я никого, ничему сейчас учить не буду, я просто рассказываю, как я размышлял и каким выводом я пришел, чтобы было понятно, почему я буду писать именно так, а не иначе. Начнем с самого простого. Это алгоритм поиски пути. А почему это самое простое? Потому что он уже за нас сделан. Он уже за нас сделан в Unity. Стандартный NavMesh прекрасно справляется с этой задачей. Однако в комментариях был один товарищ, который регулярно утверждал, что нужно обязательно идти по алгоритму ASTAR. И потом я пообщался еще с одним коллегой. Спрашивал его совета, как он в своем проекте это делал. И он тоже посоветовал ASTAR. Правда, он посоветовал не просто абстрактный алгоритм, а конкретную библиотеку уже для Unity готовую, которая ищет путь непосредственно по этому самому алгоритму. Я сам алгоритм знаю. Я о нем читал. Я его изучал давно. Поэтому подумал, что может я плохо что-то помню. Может на самом деле он просто офигенен. И именно он там мне и нужен. Я пошел читать еще раз. Перечитал еще раз. Ни черта не понял, почему все так за него зацепились. Но вывод такой. Если бы мне нужна была производительность, и если бы мне нужно было универсальное решение в режиме реального времени, то, наверное, в этом был бы смысл. Так как у нас все-таки пошаговая боевая система, в которой время, затраченное на просчет пути, мягко говоря, не влияет вообще ни на что, если, конечно, он там не будет 3-4 секунды считаться, в чем я сильно сомневаюсь. Соответственно, никакой логики использования именно алгоритма ASTAR нет. Вторая проблема использования этого алгоритма, если мы не используем готовую библиотеку, кем-то написанную, а пишем сами. Алгоритм простой. Он там занимает, ну, в худшем случае, 10 строчек кода. Именно сам алгоритм поиска. Без учета обвязки, которую ради него тоже надо будет написать. Частично классы уже есть. Частично придется там доработать. Но суть в том, что вот без всей этой обвязки внешней сам алгоритм — это 5-6, в худшем случае 10 строчек кода, и все счастливы. Но есть проблема в том, что этому алгоритму нужно на вход передать массив. Массив пространственных точек, через которые мы, собственно, и будем пытаться проложить маршрут. А где взять этот массив? Его нужно каким-то образом построить. То есть это либо использовать, опять-таки, уже готовый вариант, который будет просчитывать все возможные маршруты за нас, либо, ну, написать, опять-таки, свой какой-то вариант, типа того же навмеша, который будет запекать локацию. Я еще раз все обдумал и снова пришел к выводу, что совершенно нет никакого смысла городить огород в данном случае, и поэтому буду использовать стандартный юнитевский навмеш-агент. Все. С этим все. Дальше следующая задача, которая передо мной стояла, это плавность пути. Плавность пути. То есть все-таки юнитевский алгоритм возвращает нам массив точек, по которым наш персонаж должен пройти. И вне зависимости от длины пути, там может быть всего 2-3 точки, 4-5 точек может быть. То есть он не делает множественное разбиение, чтобы путь был там гладкий, такой красивый. В связи с этим это самое разбиение, гладкий и красивый путь нужно рисовать самому. Как мы будем это делать? Делать мы это будем, ну, первая мысль, плавные линии, компьютер, математика, первая мысль, кривые безе. Пошел читать, прочитал, понял, что, ну да, это они мне и нужны. Вопросов нет. Но есть вопрос в реализации кривой безе с произвольным количеством точек. Понял, да, разбиваем на нужное количество точек, подстроим несколько кривых безе, потом соединяем между собой. Опять проблем нет. Но всегда на каждом этапе возникает сложность, которую нужно решить. И вот сейчас я расскажу, какие сложности у меня возникали в процессе и как я их решал. Итак, буду рисовать просто в фотошопе для того, чтобы подкреплять свои размышления, чтобы это был не совсем подкаст, а хоть какая-то картинка на экране происходила. Итак, начинаем с самого простого варианта. Наш навмеш вернул нам две точки. То есть, условно, он утверждает, что путь будет прямым. То есть, грубо говоря, вот таким. В этом случае нам нужно не делать ничего. То есть, игнорировать вообще. То есть, просто берем точки, как есть, и по ним идем. Второй вариант. Навмеш вернул нам путь из трех точек. Прекрасно. В данном случае мы уже можем построить кривую безе, так как в классическом варианте она строится от трех или четырех точек. Но вот проблема. Третья точка в данном случае будет служебной. И, соответственно, путь будет пролегать вот таким вот образом, кривым. И не захватит эту самую точку. А если у нас, допустим, здесь было какое-то препятствие, персонаж должен был через нее обязательно пройти, то мы получим баг, что он упрется в стену и будет пытаться переть на пролом. Не вариант. Соответственно, мы понимаем, что нам нужно, значит, каким-то образом, чтобы он обязательно прошел через эту точку. Кривых безе путь проходит конкретно через только начальную и конечную точку. Остальные точки служат, выступают в служебных целях. Соответственно, нам нужно разбить, значит, на два отрезка. И чтобы каждая из этих точек стала начальная-конечная, потом начальная-конечная. А в качестве служебных точек нужно будет дорисовывать вот эти вот две. Тоже, чтобы путь не был слишком уж выгнутым, потому что если перестараться, получится вот такая вот дуга, никому не нужная. И это тоже может привести к излишним столкновениям, которых алгоритм поиска пути не просчитывал. Соответственно, я пришел к выводу, что длина вот этого вот отрезка должна быть кратно длине расстояния между этими двумя точками. Допустим, возьмем там одну четверть. То есть чем дальше, тем короче вот этот вот рычаг. А угол его, ну, это вполне математичная величина, то есть мы просто берем угол между вот этими двумя отрезками и достраиваем вот здесь вот, ну, условно-касательную, назовем ее так. Все, вопрос, казалось бы, решился. Дальше следующий вариант, следующая сложность, которая может возникнуть, это, соответственно, больше, чем три точки. Больше, чем три точки приводит нас к тому, что мы просто повторяем этот алгоритм, да пока не надоест, пока, собственно, путь не будет построен. Прекрасно. Что нам это дает? То есть математически мы можем получить всю вот эту вот кривую, однако с точки зрения Unity это нам не нужно будет в чистом виде, потому что, ну, это бесконечное множество точек, да, которые нас не интересуют. Нас интересует какое-то абстрактное, не абстрактное, а точнее совершенно точное количество точек, по которым персонаж должен будет пройтись. Условно, как-то вот, ну, как-то так. Плюс ко всему, так как это пошаговая боевая система, нам нужно будет отрисовать вот эти самые точки на земле, чтобы игрок при принятии решения, куда ему идти, видел, по каким именно местам его персонаж планирует пройти. Будет ли это ему опасно, и насколько это оптимальный путь и так далее. Соответственно, нужно будет получить массив вот из этих вот точек, и чем прекрасна математика, тем, что она может нам вернуть не только координаты этих точек, но и направление векторов. То есть если мы, допустим, очень маленькие стрелочки получаются, но тем не менее. То есть там, куда лицом будет повернут наш персонаж в данной конкретной точке. и это позволит нам математически рассчитывать поворот заранее, еще до того, как персонаж по пути пойдет. Соответственно, в каждой конкретной точке он уже будет повернут в нужную сторону лицом. Ну, это как дополнительный бонус. Как получить конкретно данный массив точек? Так как это функция от времени, то мы просто берем, грубо говоря, эту точку за 0, условно эту за единицу, потом эту за 0, эту за единицу, и по массиву просто увеличиваем коэффициент времени, получая полный путь, получая координаты точки и получая направление движения в данной точке. Здесь возникает еще один нюанс, нюанс производительности. Я подумал, но, возможно, подумал не очень хорошо, конечно, но подумал. Мне показалось, что я хорошо подумал. И попытался придумать решение, которое было бы оптимальным с точки зрения красоты написания кода, с точки зрения читабельности этого кода и с точки зрения производительности, того, насколько быстро этот код будет работать. И потом, пока я думал, 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 я пришел к поводу, что производительность меня в данном случае интересует в меньшей степени, как раз таки потому, что у нас пошаговая боевая система. И если просчет этих точек займет лишнюю пару, может быть, даже 10-15 миллисекунд, то я не думаю, что кто-то прям сильно расстроится. До тех пор, пока эти задержки не будут ощутимы в районе хотя бы полусекунды, полусекунды-секунды, это, мне кажется, уже совсем просто адово тормозить все должно. Соответственно, вопрос производительности я отложил на задний план и решил по пути максимальной простоты. Проходясь по вот этому циклу, постоянно увеличивая коэффициент времени, я пришел к выводу, что мне нужно рассчитывать расстояние от текущей рассчитываемой точки до предыдущей уже рассчитанной. То есть в случае с первой точкой мы берем начальную нулевую, потом, когда мы рассчитываем эту точку, мы берем вот эту. И в процессе, когда мы идем просто по циклу, нам нужно будет получить просто точку, которая будет находиться на расстоянии, на нужном расстоянии, заранее заданном в настройках или за хардкоженном скрипте, высчитывать его с помощью векторной алгебры или с помощью банального вектор 3 дистенс, встроенного в юнити, не вижу никакой принципиальной разницы. Опять-таки потому, что я в данном случае не гонюсь за производительностью, но это все даже на словах звучит неоптимально. Звучит неоптимально, я бы даже сказал неоптимизированно, но так как я придерживаюсь концепции сначала напиши, чтобы работало, а потом наводи красоту, я решил забить на это here и написать именно так. То есть вот на данный момент времени с теоретической точки зрения весь этот алгоритм будет выглядеть следующим образом. мы получаем массив точек от навмеша, разбиваем его на участки по две точки и строим для каждой из них кривую безе относительно начальной и конечной точки плюс касательные к углам поворота для выполнения служебной ронии или непосредственно построения той самой кривой. Собственно, все. Наверное, на этом пока что все. Плюсом в этой же системе мне показалось то, что так как у нас пошаговая боевая система, соответственно, у нас персонаж должен совершить какое-то количество шагов. То есть может пройти только на конкретное расстояние. Навмешу плевать, он рассчитает тебе путь, как ты его попросил, вернет тебе массив всех точек, а ты в процессе вот этого самого высчитывания можешь остановить алгоритм в тот момент, когда у персонажа условно кончатся шаги. То есть если мы берем, что за одно очко он может сделать два шага, там раз, два, три, четыре, пять, шесть, да, это он потратил три очка на шесть шагов. А у него, допустим, 10 очков, да, а путь просчитался нам вот таким вот. То есть алгоритм посчитает, и вот упрется, да, там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И он остановится вот на этой точке. Эти не будут уже просчитаны и дорисованы, и, соответственно, и игрок наглядно увидит, докуда сможет дойти его персонаж, и персонаж не сможет дойти дальше, чем ему позволяют его характеристики. Пока вот так. Пока на этом все. Я очень сильно постараюсь выпустить следующий ролик в ближайшем будущем, но, как вы заметили, с постоянством и каким-то расписанием выхода роликов у меня и есть определенные проблемы. Ну вот на этом и все. То есть сегодня такой прям коротенький ролик, чисто информативный, чисто просто как введение в то, чем я вообще буду заниматься дальше. Это я и для себя, скажем так, какую-то запятую поставил, какую-то логическую точку в каком-то смысле, чтобы уже остановить себя в размышлениях и решить, что все, я здесь остановился, я делаю так, иду дальше так. И вам будет понятнее, что вообще я буду городить по коду, по делу, по проекту вообще дальше, что будет происходить. Все ваши комментарии читаю, какие-то даже с удовольствием, в большинстве своем с удовольствием. Поэтому не стесняйтесь, пишите, буду рад прочитать все, задавайте вопросы, предлагайте свои решения, может быть, я, как обычно, чего-то не знаю и сочиняю костыли. А вы были на волнах Rain Game Studio. С вами был я, Алексей Николай, и я желаю вам приятного вечера.